Мельчает нынче Total War, как минимум интерфейсом точно он уменьшился, но я очень-очень надеюсь, что разработчики вернут возможность делать его хотя бы крупнее. Может не так крупно, как было, но крупнее, чем есть сейчас на максимальных настройках. Приветствую вас, друзья, с вами Верус. Да, многие тоже отметили, что смотреть теперь нужно прям всматриваться в этот листочек, да, так чуриться на телевизоре еще тем более сильнее. Ну ладно, хорошо, мы должны в любом случае сейчас здесь нанимать армию небольшую, всего лишь одного бойца, любого, кто готов умереть за родину, кто готов умереть за родину. Давай тебя, лучник, хотя лучник ловкач, ну пусть ладно, лучник, рожденный лучник. Здесь восстанавливаем потери, поликсен пока что их просто восстанавливает, хотя может выйти уже, сделать вид, что мы ушли, встать в засаду. Дальше я колонны захватываю и ставлю в засаду основную армию. План таков. Тут мы ничего не делаем, здесь мы, ну, либо фивы захватить уже, ну что, по-быстрому, ну давайте захватим. Шпионы, конечно, сейчас уже, ну, что тут делают, да, и, в принципе, коцают не так сильно, уже не так уверенно, ну, так, по мелочи. Но, тем не менее, у нас ахилл справляется без проблем. Давай, накопью его. Ну, есть контакт. Захватываем поселение. Бронзовый кинжал, там статуи, храмы всякие. Все это пригодится, все это нам еще пригодится. Здесь шпион остается. Тут нанимаем тоже еще. Ну, у нас сейчас люто, люто прям по еде просядем за один ход. Ну, без разницы, давай. Клеменчик, ты тоже. Сейчас по еде мы будем просаживаться. Уф, так прям. Прям вот. Так, ты наш телепортер, остаешься на месте. В горячей точке. побывал полик сен прокруст твоя задача здесь вроде бы все хорошо все спокойно выдвигаешься меканес меканес нам принадлежит так а в меканесе ну-ка кстати на точнее ну нам он одиссею принадлежит мы его отдали мы его отдали этот город я чуть не помню когда прокруста суда перегнал вообще чуть не помню этого как-то провал в памяти словно у меня друг ладно перегнали мы его суда и перегнали чуть-чуть уже вспоминать да об этом строим направляем тебя вдоль берега армия пусть нанимается спокойно здесь мы должны будем идти вот сюда на шпион можешь начать травить по мелочи ну успешные действия но до шпионы были балансные прям хорошо но с другой стороны они помогали ускорять игру ненужные битвы разыгрывать на автобой когда город должен вроде брать а он не хочет отдавать тебе победу спокойно и непринужденно тебе раз в этом плане жик помог как раз таки агентик покоцал гарнизон ты забрал вы пошел дальше так ты тоже ходила ты келенчик фивы почтение 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 и строительство ну быстренько сейчас посмотрим что можем сделать камень нет камень мы не трогаем лес бас тоже сейчас не трогаем тут все хорошо и вот вовте предлагаю сейчас еду дальше возводить и по факту все ресурсы закончились можем поговорить с кем-нибудь если кто-то что-то хочет ресурсы нам предоставить но сценой пока не будем общаться здесь у нас общие враги все замечательно родос но тут мы поддерживаем нашего лучшего друга трое хочет перемирие смотрите прям очень хочет перемирие то есть переживают насчет этого ну то что вы с афинами договаривались это вас и похоронил и я сейчас не прощу вам договоры с афинами договоры с афинами не прощу я реально не помню чтоб я увел армию скористы користу точнее вообще это не помню там только если какая-то угроза была кто-то там хвостиком велел 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 повелевал так но бывает бывает хотя так скажем ежедневное прохождение ну что-то вылетело из головы значит просто недавно что-то очень хорошо прилетела в эту голову и многое повылетало оттуда резким ударом так и так а разбегаются в принципе так а уже тоже в сторону амазонок выплывает одиссея отправляют все вот эти стеки и мы радостно наблюдаем за этим всем по факту на самом деле кстати прохождение одиссея по ходам опережает по количеству серий ахиллес бесперебойно выходил у нас каждый день до с момента начала прохождения в отличие от одиссея так что серии больше но по ходам одиссея все-таки опережает у одиссея уже юбилейный сотый ход а здесь еще нет здесь у гектора вообще там даже врага особо нет серьезного там если бы я не накосячил в начале кстати амазонки разбили царпедона небольшим своим стеком они разбили доминируют они тем не менее здесь круто хотя нет у них полностью и гектора разбили но гектор выживет по идее гектор должен выжить здесь ох ты амазонки избежались город в осаду взяли или просто подошли здесь они пока что грабят здесь пока все хорошо маленький стек уж принципе сейчас кстати без ахилла мы можем взять город мир медонцы будут ахилла не будет по идее мы дотягиваемся так ваши союзники ликия спарта и на этако нам объявляют войну користики но в данном прохождении нас они не интересуют в целом зовем союзников ликия тоже к нам присоединяется хотя у них отношения с ними неплохие но не настолько хорошие как с нами конечно ликию тут могут поддавить здесь двух сторон час плюс амазонки которых они не могут перебить нет отставить которых они не могут в лоб разбить амазонки там разрастаются еще удивительно кстати из-за одиссея не территории нет нет под сливали на вашего союзники конечно же вступаем на стороне союзников отвлекают македонцы только отвлекают но есть новый враг есть новый враг для одиссея здесь сейчас будет их топтать так афины будете сейчас уничтожены судя по всему уже точно вас мы добьем подарок от ликийцев гранит давайте наверное вот в данном случае возьмем небесное железо у нас сейчас армия прокачается просто люто вялый слишком уже долго ты живешь на этом свете полный успех клемена сожалению того самое да отправили тебя на четыре хода в отпуск внеочередной тоже смотрите объединяет потерял при штурме часть дардан разрушился такие там город как бы крупненький здесь мы но чуть-чуть не дотягиваемся хотя может быть если колонны сейчас заселим может быть этот миллиметр сможем и преодолеть да мы можем трое убрать уже господа гарнизон то пока цены стен нет ахилл там где-то пока что возится об колонизирует город тебя сразу в отпуск ты со своей задачей справился но тебе не знаю смысл сейчас отдавать до трое возьмем что нам нужно по эпическому задать на самом деле уничтожить и выполнить это самое эпическое задание а здесь разрушить или занять то есть в принципе мы можем занять трое и все будет хорошо чем я предлагаю сейчас и заняться да к сожалению без ахилла его место поликсен занял но правая клавиша поликсен у нас занесен будет в список легендарнейших героев он здесь не является эпическим он не является персонажем гомеровского эпоса но в нашем эпосе он сыграет огромный так все мастер лук свали зюк-зюк а ну-ка давайте еще вот так вот мы можем связать эту армию колонизировать его отправить на пенсию его отправляем на пенсию а здесь нанимаем еще одно но на всякий случай еще один новичок сиди в городе сиди в городе дардан мы передадим колонны колонны можно оставить кстати в принципе колонны то наш город даже сейчас засаду не нужно делать вот как-то так уникально неожиданно у нас получилось трое выскочить на нее и без ахила развести возможно мы еще этим прохождением чем будем уникальным мы сможем не просто сразиться за трое но потом еще ее и отстоять что здесь мы сейчас коней не можем строить ничего никаких вариантов одиссей наш союзник нос ночью напасть не предлагают сражаемся ладно матерь моя серебро ногая так отлично трое разрушен сейчас посмотрим то есть внешние стены будут лежать в руинах хотя стены эти будут также разрушены когда нас будут штурмовать это тоже интересно что-нибудь скажешь советник смотрите трое разрушена вот так вот выглядит стены трое когда они разрушены то есть землетрясение полностью стирает оборона очень похоже я это отмечал еще когда делал обзор в раннем раннем доступе да когда рассказывал по словам разработчиков что будет представлять из себя штурм трое и говорил что эта тема очень похожа на двухэтапный штурм в рим 2 в дополнение рассвет республики да по-моему называлась но самое свежее дополнение для рим 2 там же рим штурмовался в два этапа чтобы отметить вот этот момент когда гуси спасли рим то есть это по факту в те времена происходило дополнение ну события дополнения происходят что мол если ты проиграешь первую битву там все разрушено будет но у тебя есть второй этап ты на холме там забаррикадировался и пытаешься противостоять но вот такие вот стены трое вот она трое дворец прямо дворцы его сыновей учитывая хотя конечно сколько у него сыновей и что они жили при дворе и у каждого чуть ли не был там дворец свой собственный это как-то маловато для таких маленьких городишко то вообще совсем маленький в масштабе безусловно но маловато вот она трое красиво мне нравится допустим вот эти вот колонны и смотрится цветность если убрать это можно до сделать в трое сделать более реалистичными скажем так цвета не такими сочными красочно хотя когда вот бываешь таких вот местах живописных вот реально зелень такая сочная красочно смотрелось бы не так все лично но в любом случае нам нужно штурмовать город и здесь есть еще вышки есть внутренние стены занять их я так понимаю он не может потому что они отличаются тут уже стены не боевые чисто прогулочные лавочки подушечки присели отдохнули прогулялись на город посмотрели чем там народ занимается и лишь вышки при входе это обороны площадь защищена еще круче всего лишь два подхода но здесь самый простой выбор это вот сюда идти но прикрывают эти вышки и эти вышки а здесь прикрывают у нас они только данное направление и брать его легко причем кстати тропинка смотрите боковые ворота есть вариант прогуляться обойти якобы теоретически но это все отмечено за пределами уже карт то есть вот сюда еще можно здесь вдоль стены прогуляться а вот дальше уже нельзя здесь уже будет стена нерушимое но невидимое так вернемся мы тут понаслаждались видами вернемся к нашим мир мидонцы в общем ахиллы будете рассказывать как вы это все побеждали еще интересно будете защищать час вполне возможно так бегунов и наших гарпий уводим здесь оставим хотя мечников давайте ближе к флангам здесь поставим лучников здесь застрельщиков погнали хотя у нас тут еще же бойцы так можем сделать вот следующим образом тогда вы на тройку и бегом сюда принимает он нас на улицах города принимает он нас здесь не отходит на второй этап обороны никого вполне возможно даже там не оставил конечно на фоне разрушенного города города тоже потрясло дворец вот остался целеньким да вот вроде бы гнев посейдона который не особо любит трое но тут он больше судя по всему по разрушениям не любит именно стены которые он сам и возвел аполлон там ему помогал но он больше пассивно ему помогал смотрел как он строит посейдон эти стены троянские ну если верить мифам и легендам а имени всегда стоит конечно верить ну и поле боя кто помнит в раннем доступе мы сражались гектором и ахиллом вот здесь трое было за пределами а мы сражались вот именно в этих полях которые сейчас частично тоже недоступны но снова вернемся к сражению начинаем идти пешочком не торопимся лучники у него размещены не самым лучшим образом не самым ну и ладно вот таки у нас ахилл вообще сейчас расстроиться было бы забавно если бы вот сейчас взяли трое до без ахилла и у него сразу гнев просто настроение взяли трое без меня обиделся забрал свой горшочек и ушел иди сюда узкие улицы можно пробежать у нас по факту вот этот отряд может спокойно пробежать хотя бегуны все таки они так же так же по скорости передвигаются прям без проблем с этой стороны можно было бы зайти я все таки вас вот сюда отбегите отправлю вас отправим вот сюда башни те нам не важны бегунов отправляем и птицев на этот фланг вместе с мирмидонцами нам еще желательно конечно не понести такие колоссальные потери иначе армия троянская вернется мне мы можем замкнуться но у нас нет преимущества по силе то есть если смотреть чисто по классу у нас они превосходят троянцы здесь только личная доблесть будет играть уже роль оббегаем так лучники а ну-ка хотя колесницы вы вряд ли в толком сможете расстрелять здесь подключаются прачники как далеко бьете 190 до переплевывают нас переплевывают безусловно поэтому мы уже идем в бой начиная тяжелых этих троянцев расстреливать бегом сюда мирмидонцы идем в бой так отвлекли отдел государственных но возвращаемся здесь сейчас наши мирмидонцы в принципе должны будут дротики метнуть им прям в лицо так что нападаем подключаем здесь давайте вперед уже заходим заходим господа мирмидонцы заходим обнаружил вашу засаду ну и ладно невелика проблема вперед вперед полководцев несколько ну-ка давай ты тоже подключайся хоррэ вот это вот отсиживаться да где-то сбоку там пора идти в бой а прокидываем у вашего отряда кончились боеприпасы хотя колесницы здесь смотрите остались еще могут что-то и прописать нам так бегом не вот сюда заходи колесницы в бой нет не в бой не в бой не в бой отлично живем чё вы чё вы отступаете то чё такие скучные не интересные а ребят покоцали их в клан да практически мы спрашиваем чё они такие скучные не интересные вперед сейчас колесницы будут вас коцать в принципе можно сейчас еще отдать приказ вам но он уходит на площадь нет нет перебрасывает силы смотрите действительно уходит на площадь уводит войска здесь небольшая толпа здесь все пока что хорошо только по колесницам нужно ударить а здесь нужно получником и можем наслаждаться на улицах трое разрушенной но еще за одиссею видим ночную трою я так планирую потом она будет целёхенькая но ночная нервидонцы у нас вот здесь конечно на вашего героя напали толпа просто огромная толпа лучников предлагаю отставить не играть ими сейчас пока что так эти убегают здесь щимим 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 всех вообще на самом деле можете преследовать разрешаю птицы один с этой стороны один с этой части он возвращает армии победа уже близко вот она это самая близкая победа сейчас полководцы разбиты здесь сейчас тяжи пробегайте ну и вот она трое сломленные и практически уже уничтожены не мы город конечно же будем захватывать мы не будем уничтожать город но смысл хороший город я против него ничего плохого не имею ну так получилось за хило играем но нужно его захватить кроме этого ничего плохого мы этому городу сделать не хотим так а птицы здесь окружили тогда отправляем на фланг он даже особо площади не планирует защищать там несколько отрядов только успели добежать остальные повозвращались но походу ну мне так кажется по крайней мере здесь разработчики специально предусмотрели возможность того что троянцы троянцы будут отступать к площади троянцы попытаются закрепиться на высоте усложнить жизнь игроку максимально оп вражеский полководец там аресте использует поэтому сваливаем застрелы то его уничтожат без проблем но пока пусть сваливают продолжаем господа штурмуем все прям вот как один птицев вот этих только можно оставить их окружили здесь зажали покосали очень сильно так отступай 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 он что-то на тебя прям агрится и похоже зуб точит а нет здесь все уже то есть по факту только арестея и осталось троянцы со своими колесницами со своим дворцом уже все мы можем отправить лучников сюда застрелов тоже ну и гарпий хотя он только арестея прошла он сразу сбежал то есть вот она трое и если поймать вот такой вот момент она берется вообще без проблем даже можно было действительно пробежать мимо отрядом и наверное даже так нужно делать разрывать особенно когда отряд непокосанный быстрыми шустрыми у ахива например они именно войска в преимущественно быстрые в отличие от троянцев пробегать занимать площадь и перекрывать тут проходы несколько отрядов вот этих бегунов их будет достаточно плюс если гарпии там прикроют тылы вообще не вопрос но трое мы взяли это решительная победа завершаем бой мелкий интерфейс ну по факту ахиллы если б ждали можно было бы и двумя стэками штурмовать город но там точно пришлось бы коньяк строить без коньяк лестницами мы бы фиг тут нормально взяли бы город а на стенах они нас сильнее что что троянцы ну может под бафами всякими бонусами плюс за счет богов и так далее мы бы хорошо себя чувствовали но вот без всего этого троянцы серьезнее все диефоп остался единственной надеждой прямо то есть диефоп если сейчас не делает контр наступление он прощай хотя может это его освобождает может фракция трое сейчас начнет занимать города вполне возможно мудрость войны бессмертная слава ну удобно ахилл по факту в сторонке постоял но навык получил так давай дардан забирай тебе подарок такой там без героя я его распустил но нам это не суть важно сейчас есть кого ты не любишь хотя смотрите этих лилегов он еще уважает отношения даже улучшаются у него с ним даже против этих с большей вероятностью вступит в войну ну ладно пёс тобой дай нам ресурсы и все и забыли дай нам ресурсы напоследок мы тебя чуть разуем по-дружески так замечательно ресурсы отдаешь ты укрепляйся здесь на самом деле тут если что я рядышком и это гар чё подожди я не могу тебе отдать а антантер гаргар это же его поселение здесь ты нам отдай камень весь в данном случае немножко древесины еду тебе с бронзой оставляю можешь золото выделить отлично и наш лучший друг становится еще ближе и еще лучше ждем смотрим по факту трое то пока события это не произошло тоже разрушены неважно кто занимает этот город храм афины стабильно тут афина паллада до находилась именно в трое хоть они и не особо любили саму афину но вот такую реликвию держали на своем распоряжении так все трое здесь мы с тобой разобрались ахилл включает повышенную скорость но он берет в осаду ладно ахилл может амазонок научить уму разуму алирность я могу отдать тебе вот просто ради интереса не город в осаде я тебе его якобы отдать не могу ну и ладно ну и ладно зато я предлагаю отдать ему вот это город ахилл все-таки давайте хоть рядом строй побудет может он успеет еще диефоба разбить хотя бы армию возьмет себе нормально тут мы амазонок будем коцать пусть мерзавки учитывая что полководец здесь ушел будет хоть немножко покоцаны но сейчас агент да как как слабенько его покоцал как слабенько покоцал так филл я тебе тоже отдам амазонки могут туда тоже ударить а у тебя могу взять может быть даже вот в обмен на гамоксид а реально там провинция целиком и полностью мне бы принадлежала не хочешь да не хочешь сейчас ладно на следующий ход это не так важно у нас ресурсов много уже уже все кстати сейчас он негневный он прям хороший ахиллес спокойный такой взвешенный размерен оперативненько спарта демалион а ну-ка но момент захватом вот этих земель и оставлять их уязвимыми для того чтобы ну можно южнее можно севернее как я сейчас в данном прохождении захватывал земли оставлять их уязвимыми чтобы троянцы выходили начинали их грабить во-первых теряют определенные свои отряды тот же дардан попробуй возьми даже не сильно укрепленный искусственный интеллект его прокачивает быстро троянцы дали пару ходов и все уже нужно уже штурмовать город посерьезней они уходят землетрясение ждем ловим момент и все не я планировал на самом деле так то выманивать этот стек иначе говорил да захватить колонны поставить там засаду армии которую я сейчас использовал для штурма трое но это даже не пригодилось в итоге колонны спокойно существует пари сбежит хотя пытается захватить там поселение грабит деньги хоть где-то находит хоть какие-то средства минетий 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 там иди амазонки собрались уже ох засада не удалось но ипполиту зато мы сейчас на автобой спокойненько уничтожаем и за это спасибо все таки не зря я здесь засаду так доставил иначе сейчас гарнизон вполне возможно не выиграл пришлось бы играть ну как-то некрасиво было бы скорее всего все таки финальная уже серия да победа ну вы то по заголовку знаете точно я еще определенную интригу для себя держу я еще этого не знаю может сейчас троянцы тут будут жить долго и сопротивляться лирны штурму мы можем попытаться удержать лирны можем амазонкам дать бой но это все равно мы знаем дело такое против амазонок сражаться сомнительное когда заведомо у тебя слабая армия но один отряд уничтожили в принципе уже уже гарнизону хвала они правильно все тут делали мирный договор отраил уж а подожди это гелен это троевушка уже отъехал гелен здесь сразу мириться хочет договор о ненападении но этот с дарданцами воюет я не против но не на таких условиях так долава можем ее что халава называть халява а сарпидон в итоге теряет свои территории родные мы ему многое отдаем рядом с троей в анатолии но здесь свои исконные земли он сейчас скорее всего потеряет не если продолжать кампанию то по факту уже все вокруг трои захвачено основные силы разбиты мы бы переключили войска ахилла со своей элитой на амазонок с элитой бы уже амазонок оттеснили там бы может быть еще успели спасти его родные земли и там даже что-то отдать подарить так фракция уничтожена уничтожена успех на трою не напал смотрите просто в режиме налета стоит просто в режиме налета и все симба 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 так забирай фимбру этот город интересен тем что строим в единую провинцию объединяется фимбру забираем это сносим сразу хотя смысл подожди караульня я ее за вышку караульня пусть остается пусть будет мы можем произвести наконец-таки этот обмен сейчас прокачку героя проведем но заслужил этот герой заслужил давай перезарядку способности тебе возьмем еще парочка скорость в бою всех отрядов во время штурмов если прокачать еще скорость так вообще можно забегать втрою так и только пыль оставлять после себя только пыль на топотокопы ну что ахилл этих красавцев ты отдаешь всех до одного этих тоже лучников пока оставляешь колесницы ну вот кентавров разведчиков думаю тоже отдадим мирмидонцев раз два три раз два три четыре четверых этих двоих колесницы сдаем колесницы сдаем так гарпии ну пусть останутся мирмидонцы есть тебе еще мечники нужны вот эти однозначно мечники нужны давай тогда колесницы прочные отдадим один отряд лучников остается у тебя есть прачники у тебя есть прачники ну тут не люблю когда по одному вот так вот с другой стороны гарпий менять на лучников ну лучше даже сделать вот так лучников отдать гарпий один отряд взять ахиллу можно такую схему применять есть контакт отлично наконец-таки ахилл воссоединился со своими мирмидонцами у него две группы бегунков застрельщики есть еще спарты которые кстати бегают тоже шустро достаточно шустро хотя ну не сравниться с бегунками не они все таки медлительные а ты дружище даже на ускорение в трое не можешь зайти он может сейчас трое захватить любопытно будет диефок возьмет трое из-за обмена вот этих всех движух будешь нападать на трое или мы даже укрепим трое у нас есть такая возможность ну уже все финал прохождения аааа так перифораз давай че ты там у нас арес у нас арес почитаем заходи в город мы тебя прокачаем просто чтобы более-менее защита действительно была города серьезной с двуручным оружием найм это ерунда уменьшение усталости всегда отдохнувшие пусть будут пробивания брони снаряжение тоже тебе выдадим если оно есть вот атака героя в ближнем бою скорость колесниц тебе не нужно ну пусть влияние защита героя в ближнем бою атака героя ну вот так вот и нанимаем из быстрого найма мирмидонцев и всех вот этих ребят а теперь трое точно ему не взять даже карауль не можно построить дает гарнизон дополнительный а ну-ка посмотрим че сейчас реально усилится он то и так не помещается гарнизон здесь а теперь еще и будет больше а теперь еще будет и больше ну давай армия доходи а вас прям совсем бросать не будем качать не стану сейчас их ну и экспансию остановить не хочу а вдруг победа сейчас не будет вот так вот расслабишься да вдруг победу не засчитали тут же все хорошо да эпическое задание выполнено трое мы взяли а то мало ли галочка не поставилась вот сюрприз тебе да получи распишись перифорас есть полимний остается аргенон у нас в принципе здесь сейчас тебе засеивать ничего не нужно версиона давай оп 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 али оп клеон даже эти города сейчас не буду отдавать полный успех ну при полном успехе учитывая что они еще были покоцаны вроде бы более менее покоцал шпион все таки приличный поощрение к предкам кстати втрое мы можем издать и дикт давайте все ресурсы просто и сдаем ход и сдаем ход смотрим как союзники ходят вполне возможно для ахиллы это последний движение которое мы видим союзников город взят но учитывая что мы еще будем играть в трое однозначно и будем брать трое много раз мы сыграем может еще какие-то варианты добавят я не знаю разработчики как-нибудь поиграют но о елену взял одисей в одном из прохождений возьмем точно трое потому что в декабре если так смотреть выходят еще несколько героев дополнением для ахейсов мы так что к трое будем идти если амазонки тоже в сентябре да то дальше вновь ахейцы трое попытаемся взять тогда силой пусть даже соберут толпу вытягивать гарнизон и разбивать город пустым ну прям совсем пустым пусть и со стенами не то либо вот так ну землетрясение уже видели уже посмотрели в принципе до этого момента я еще не штурмовал трое я только то что показывали разработчики я видел отдельно эту карту не запускал даже не смотрел и и не любопытствовал чтобы было интересней то есть можно на самом деле было бы допустим в своей битве там запустить посмотреть как что почем зачем когда насколько трое усилено попытаться даже смоделировать гарнизоны попробовать пусть без бонусов но вот на голых статах выехать и отрядах что в итоге получилось кстати я не знаю в своей битве можно ли поставить так чтобы трое было разрушено именно стены вот так вот лежали договор обмена расторг странно дарданцы а дарданцы кстати присоединили кого они там присоединили я чуть не понял они этих присоединили кто сейчас разорвался мной договор но но уже даже амазонки не спасут которые изо всех сил сейчас это делают пытаются спасти вас но уже одессей заходит сердце амазонок начал с елены прямо в самое сердце на поражение так я забыл афин надо бить спасибо фильм что вы сами пошли на штурм а то у нас уже гарнизон тут хворать начал а и в финале еще афины уничтожили замечательно афины злосчастные эти афины которые нам мешались которые не хотели ничего делать так мирный договор хочет отвали моя черешня если ты так значит мы не будем помогать не лезет диефоб смотрите изданы царские указы анакт тяжелые доспехи фракция уничтожены афины неудача герой производство продовольствия в этом регионе копит пищу но давить числом не будем сейчас тогда диефоба предлагаю попробовать ахиллом разбить его элиту его элита против нашей элиты плюс дарданцы ну ну из дардана да жители дардана не подключатся к этому сражению их не будет здесь его колесницы страшные и ужасные лучники бьют на 180 в принципе податься с ними будет сложно колесницы как то надо будет выщемлять ну погнали напоследок сразимся чтоб ахилл уже поставил такую жирную точку лично мы могли бы сейчас подвести все наши войска и на автобой уничтожить диефоба но вызовем его на поединок ахилл а вообще может с потерями не считаться сейчас если что мир медонцев восполним моментально в итоге этот резерв мне не пригодился до данного момента а че ты в угол то ушел то меня больше интересует даже здесь не колесницы конечно будут страдать от того что здесь ну а кстати ахилл мы можем колесницы на него сагрить колесницы на него сагрить и но только спуститься нужно будет с колесницы самому тебе мир медонцы бегунки причем бегунков можем поставить здесь как одних так и вторых а гарпии нам нужны будут на передовой класс тяжелый если что спартов подставим под колесницы это единственный наш тяжелый такой отряд они все должны будут цеплять или давайте гарпии по краям замечательно погнали армию чуть чуть крутим и передвигаем наравниво а главное сейчас чтоб колесницы здесь не набедокурили не обнаружили наших легких бойцов даже а ну-ка я вам запрещу стрелять просто они слишком близко идут эти то спрятаться могут идеальные сами а бегунов вот могут спалить занимаем позицию предлагаю еще чуть чуть высоту занять это тоже дает бонус в сражении таким вот образом так называемые здесь спарты выходят немножко вперед сиренами агрить конечно же мы колесниц не будем иначе они получат то что хотят нет наоборот наоборот так я выбрал не тот отряд вот они воители ареса но не отстают кстати сильно ну должны были впереди бежать конечно но несмотря на такой разрыв скорости не отстают лучников он поставил по центру лучники по крайней мере я думаю все остальные тоже лучники по центру идем ахиллом цеплять будем цеплять местных засада на фланге ждет сейчас проверим ахиллом если все тихо спокойно можно прачниц заводить с этой стороны и там нам колесницы даже никакие не помешают а не стреляй пока не стреляй да все тихо спокойно в принципе по колесницам можем отдать приказ вести огонь сирены выводим на нашего героя напали на нашего героя напали только чё он не стреляет нифига копье метни о кстати колесница то отступает а ты метаешь молодец во все стороны действительно разворачивается даже не просто кидает его перед собой а копье летит назад мы можем и сломать колесницу все равно хп как бы сохранится колесница упадет а он спешится то есть что самим спешится что нам колесницу сломают разницы нет ну ты стрелять будешь в них стрелять будешь метни копье ой молодец все отступай сирены сейчас нам с колесницами нужно чуть разобраться может даже попытаться спровоцировать его пойти в атаку не стрелять не стрелять по колесницам хотя сейчас лучники очнуться прачницы отставить убегать отставить еще чуть-чуть вот здесь можете остаться ну уже ну уже будьте смелее кидай кидай мне не жалко ладно разрешу вам стрелять колесницы долго будем сейчас похоже цеплять я думал перебит был экипаж колесницы бесс страшные мечники не будете разворачиваться спиной не хотят смотрите а тут он и еще отряды ну давай уводим не все таки развернулись здесь на вылазку они не отважиться сейчас последний оплот троянцев в итоге боится идти в бой боится ну хорошо так значит так включаем обычную скорость и начинаем потихонечку идти медленно размеренно где-то здесь вы припаркуетесь хотя можно и ближе попытаться подойти но он сейчас опять же лучников перебросит нет хотя даже все таки пока идут вы стреляйте пусть и в лоб на убивайте великие и могучие троянцы непробиваемые если чё нас второй стоит подстрахует ха-ха-ха идем 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 мы пока идем пешочком можем так отставить так а спарты кстати уязвимы то для обстрела ступите вас просто люто покоться вот первый же залп это есть пешки а а а огонь 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 а в великолепно здесь мы даже ловим колесницы сейчас ты на этот фланг пока колесницы здесь не задействованы мы бегунков своих в бой не поведем ахилл цепляй колесницы ничего здесь не происходит все тихо и спокойно пока до грами нас расстреливают очень серьезно расстреливают бегунков уже нужно отправлять лучники превосходят наших конечно же так что расстреливать расстреливать не щадя никого и бегунки бегу колесницы здесь вряд ли что-то сделают сирена отступите в принципе с амазонками с нашими кончились боеприпасы все нормально спарты справляются бегунки идут по душе лучников не кстати наши даже в лоб здесь пробивают я переживал насчет возможности враг обнаружил вашу засаду а спустись колесница дружище спускайся добиваемых вот они сподвижники гектора против мирмидонцев мечники средний кстати этот и тот отряд средний спустись но вступить в бой где 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 вступить в бой ахилл порадуй нас победа уже близка все отлично они вступили в поединок правда в кустах но тем диефобу будет не так позорно ну вы хоть бой покажите ну начали махать чем-то там так додавите с этими разобрались здесь пока поединок идет ебки пока отдавал последний приказ уже диефоб сбежал эх диефоб диефоб ну тем не менее наши со всеми бонусами хотя сейчас ахиллес не в гневе у него не было бешеных бонусов для всех отрядов но за счет технологий за счет каких-то доспех дополнительных кстати эту тему с покоцанным героем после колесницы если мы ее отпустили сами так и не поправили здесь диефоба блин мы не догоняем ну-ка ладно давай поможем уничтожим восстание и ты просто почистишь все диефоб уничтожен второе повержено последний из троянцев пал и это величайшая победа вот кстати елена с амазонками там да хе-хе-хе-хе ага мемнон вот-вот-вот а че слов вообще не предусмотрено тут простенько как говорится но со вкусом сделано кстати интересно параллаксы тут такой эффект даже прям интересно стало за гектора посмотреть финал очку уже но это будет это будет за гектора я тоже одержу победу прям он рыдает подписаны герои основные но здесь ахилле здесь здесь даже не нужно уже говорить кто это да это ахиллес это ахилл великий могучий ахилл как это все происходило кстати сотый ход юбилейный победный сотый ход я сегодня вспоминал что одиссей ммм только до него добрался но вот он вот он финал и как раз сотый ход за сто ходов здесь мы здесь мы многое покорили многое подчинили могли конечно еще и подписать договора с другими легендарными лордами но это было не обязательно это может быть даже затянуло бы только нашу компанию для любителей статистики ну сейчас уже шрифт мелковат да для этой самой статистики ну что здесь у нас как было есть вассальные государства даже у нас ну здесь этот пункт похоже будет у всех хотя по факту то вассалов сейчас агамемнон может создавать все на этом павасалов имеющиеся армии всего создано армии 16 но мы за последние только несколько ходов кучу армии посоздавали пораспускали нанятые герои убитые герои потерянные герои наняты отрядов уничтожены отрядов ну посмотрите в 10 раз практически больше уничтожили ну и потеряли на самом деле тоже прилично но потерянные скорее всего учитываются еще и в гарнизонах потому что наняли мы меньше чем потеряли но такое не может быть естественно всего побед 150 еще и победу на 150 ну как бы такая круглая дата героических побед всего лишь 2 ну типа ахилл и так всех побеждал у него героических мне казалось больше было но это может быть совокупность у нас много прохождений разом да и героические победы были в других действий агентов неудачные действий пленников помиловано убито и захвачено захватывали все таки мы больше чем убивали но убивали немало такая вот победа по гомеру ну нажимаем сейчас продолжить то есть победа по гомеру выполнена фракция трое уничтожена кампанию можно завершать хотя сохранение ну к сожалению в эпике в облаке нельзя сохранить я обычно сохраняю на всякий случай конечно тенденции в новых играх что потом патчами правится так что можем и не запустить уже старые сохранения но многие прохождения я сохраняю финал очку там ну мало ли вдруг зайти так посмотреть ради интереса может даже и продолжить это торговые отчеты это победа по гомеру ну и если тотальную победу одерживать нам нужно будет к нос захватить по факту еще конечно поселений кучу захватить тут фракция первого противника но на мой взгляд все таки важнее называть ее и правильнее принципиального противника а не первого но это в данном случае амазонки что ж друзья компания ахилла была интересна компания ахилла была занимательна он тоже он грустит отворачивается чтобы вы не видели его скупую слезу катящуюся по левой щеке на сегодня все ммм скоро я думаю будут уже амазонки сентябрь так то в разгаре и нам нужно завершить также еще две компании одиссея и гектора не только разрушить трою но и спасти ее до следующих прохождений с вами был вера спасибо за поддержку за комментарии за просмотренные серии всем добра пока пока субтитры